Радиопрограмма «Примиритель» Я часто задумываюсь о словах, которые были записаны в Евангелии, и эти слова звучали таким образом. «Добрый и верный раб, войди в радость Господина Своему». Я думаю, каждая душа христианина, она желала бы искренне и от всего сердца, чтобы в определенный момент вечности, когда придет предел нашему странствию, мы можем не обольщаться, он обязательно придет. Когда придет этот предел, услышать вот эти слова «добрый и верный раб, войди в радость Господина Своему». Что бы мы сейчас ни думали о своей жизни, как бы мы себя хорошо не чувствовали или плохо, одна и та же участь ожидает всех людей. Настанет час, предел, мгновение, о котором сказано, ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд. И хотя мы имеем светлую надежду, что не будем осуждены с миром, но действительно, насколько важны эти слова, которые, наверное, являются величайшей наградой, и они действительно служат вот этим венцом правды услышать их однажды «добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоему». Да поможет нам Господь и да помилует нас, чтобы, живя вот этот отпущенный срок, мы смогли бы отвлечься от суеты земли, от суеты мира, чтобы позаботиться о важном, о невечающем, о душе своей и о тех сокровищах, которые мы соберем в каждом нашем делании. Я не зря назвал учение сегодняшней закономерности веры, потому что воистину в вере есть определенные законы. Я попытаюсь это сравнить с тем, как сезоны сменяют друг друга. И смена сезонов, она влечет за собой смену условий и определенные неудобства, которые возникают в жизни людей, если по каким-то причинам люди не приготовились к сезону следующему. Особенно это ощущается теми, кто живет близко с природой. Если человек за городом и не заготовил дрова на зиму, то его ожидает очень трудное время. Он не может сказать, почему пришла зима, я ее совсем не ожидал, почему мороз, я думал, что эта теплая осень так и будет бесконечно. Кстати, чего бы очень хотелось. Но, друзья мои, я скажу вам все равно, закономерность, смена сезона, она обязательно возымеет свое действие. И осень, как бы она прекрасно ни была, все равно будет несколько дождливый, придут морозы и снег. Друзья, в вере также есть закономерности или смена определенных сезонов. И если мы не знаем о них, мы будем очень сильно страдать. Мы можем потерять даже состояние веры из-за непонимания закономерности. И вот я хочу просто сказать о некоторых из них. Господь сказал однажды такие слова, сатана хотел вас сеять, как пшеницу, разбросать, как будто бы отделить друг от друга, развеять. Но тут же добавил, но я молился, чтобы не оскудела вера ваша. Потому что единственная победа может совершиться в нашей жизни через твердую веру. Но мы, к сожалению, теряем этот шанс, не зная ее закономерности. Поэтому сегодня мы посмотрим, что же написано было прежде. Какие есть примеры вот этих закономерностей веры, о которых нам нужно помнить и знать. Самый первый пункт, о котором мне хочется сказать, это испытание словом. Мы знаем такое определение, которое апостол Павел однажды произнес. Вера от слышания слова Божия. Конечно, вера не от того, что мы слышим о Слове Божьем. Но когда вдруг, однажды, читая Библию или слыша вдохновенное проповедование, или, может быть, из какого-либо другого источника вдруг ты ощущаешь, что Бог с тобой заговорил, я думаю, что практически в этом зале нет таких людей, которые не могли бы свидетельствовать, что однажды они услышали, как Бог касается их сердца. И это действительно было Слово, которое было нужным, драгоценным, сияющим, блистающим, золотым практически. Настолько велика была его ценность для нас. Когда нам так необходимо было Божье вмешательство в той или иной сфере жизни, которая, может быть, для других людей покажется обыденной, но для нас крайне важной. Вдруг мы обрели вот эту драгоценность Слова. И оно было как золото, нечто ценное. Но из жизни известно, что золото, оно может тускнеть, если с ним неправильно обращаться. Если его поместить в такое место, где оно будет подвергаться царапанью или каким-либо другим повреждениям, без полировки золото начинает тускнеть. И несмотря на то, что эта вещь по-прежнему остается ценной, золотой, выглядит она совершенно иначе. Я помню, как нашел однажды колечко. Оно выглядело совсем просто. Тусклое, медное на вид. Я даже никакой ценности к нему не приложил. Был неопытным мальчиком и еще в то мгновение не мог осознать, что это колечко окажется золотым. И вот оно валялось где ни по поди у меня, потому что я представлял себе, что золотые вещи выглядят по-другому. Они так действительно и выглядели. У моей мамы было одно или два кольца обручальные, еще какое-то. Они были блестящие, красивые. А эта совершенно тусклая. С каким же удивлением, через много лет, обратившись к своему детскому тайничку, про этот тайник я уже давно забыл. Но как-то наткнулся на него. И найдя это колечко, я обнаружил, что оно на самом деле золотое. И проба на нем была самая наивысшая. Такая, о которых сегодня уже не выпускают. Но ни вида, ни величия в этом кольце не было. Я хочу, чтобы вы почувствовали эту аналогию. Тусклое золото не выглядит как золото. Я помню, как пророк Иеремия сказал, «Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее». Вы знаете, так происходит с нами. Сначала мы обретаем вот это драгоценное Слово Божие, но через какое-то время вдруг оно теряет для нас вот этот прежний блеск. И мы больше не опираемся на это Слово. Может быть, Бог призывал вас к чему-либо, говоря о вашем предназначении в жизни. Но потом это, казалось бы, не исполнилось, потому что время проходит, но ничего не случается. И начинаешь сомневаться. А Бог ли это говорил? А действительно ли это Он обещал меня избавить? А действительно ли это Бог, обратившись к моему сердцу, сказал о Его спасении в моем доме? А действительно ли это Бог, говорящий об исцелении моего тела, о болях моей души, о тех моих трудностях, о моих просьбах, о моих молитвах? Я был уверен, что это сказал Бог, но вдруг все потускнело. Псалом 104. Короткий очень отрывок. Здесь говорится об Иосифе, то, что с ним произошло. Для нас очень замечательно одно утверждение, испытание словом. Прочитаю 17 стиха. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, то есть слово Господа». Я с трудом могу представить переживания этого человека. Тот, кто еще в юности своей был отмечен особой близостью с Богом и с отцом своим на земле. Тот, кто хранил себя в чистоте и однажды получил увещевание от Бога, что тот даст ему высокую позицию в царстве своем. Что через него Бог совершит спасение народов, начиная с собственных его братьев. И что братья, видя это предназначение Иосифа, однажды склонятся перед ним, младшим. У кого не было ни вида, ни величия личного, только лишь любовь отца. Но вы знаете, что после этого произошло. Братья возненавидели его. Он был предан. Потом рабство. Потом за стенок. И вся его жизнь сопровождалась предательством, изменами. И сказано, что это происходило так глубоко, что в железо вошла душа его. Представьте, насколько он чувствовал себя отвратительно. Что все вокруг не так, как он слышал от Бога. Да и от Бога ли он слышал? Бог ли ему говорил, в железо вошла душа его? Но, сказано, это было испытание словом. Слово Господне исполнилось. Иосиф стал человеком, через которого Бог совершил величайшее спасение в истории мира. Но Слово Господне испытало его. И все это было дано с целью, чтобы породить сомнение в слове, которое лично было обращено к нему. Друзья, я хочу сказать вам, ищите Божьих обетований. Потому что Слово – это божественные обещания. Ищите их в Библии, слушайте в своем сердце. И, возможно, вы услышите их. Тогда поступайте так, как сегодня нам уже было сказано Духом Святым. Храните законы Божии. Храните откровения Божии. В конце концов, будет неплохо, если вы однажды запишите. Вот такой-то день, в такой-то час. Я убежден, что слышал в своем сердце. Дух Божий обратился ко мне. Это поможет вам в трудные минуты, в трудные часы, когда, возможно, в железо войдет душа ваша. Но, друзья мои, вспомните о том, что Бог говорил вам. И о том, что Он говорит вам сегодня через эту проповедь. И храните. Второй пункт, о котором бы мне хотелось сказать. Видимое ухудшение состояния. Вот этого сезона практически мало кто разумеет. Не все понимают, что действительно так происходит человеком. Для того, чтобы свершилось то, о чем мы просим, Писание говорит, мы должны иметь в нашей молитве веру. И Господь скажет такие слова в Марке 11 главы 24 стихом. Верьте, что получите, и будет вам. Оказывается, есть мгновение, когда мы молимся. И есть мгновение, когда нам должно пребывать в вере в то, что мы получим, просимая. Есть мгновение, когда нам нужно верить, что все-таки то, о чем мы просили, произойдет. И почему так? Потому что будет внезапное, видимое ухудшение состояния. Вспомните очень известный пример, который сегодня я хотел бы вновь вам привести. Бытие 32 глава. Здесь говорится о Иакове. Вот эта история, которая с ним произошла после всех благословений, которые он пережил, уйдя из дома своего отца, когда он, помните, получил первородство, хитростью взяв его у своего брата Исава, он прожил долгую жизнь на чужбине, но Бог благословил его. И вот наступил час, когда Иаков возвращался домой. Много домочадцев, много прибытка, дети, жены. В то время это было признаком богатого человека, успешного. Он возвращается домой, и вдруг те, кто были в передовых отрядах, доносят ему, «Брат твой Исав идет тебе навстречу». Когда он услышал, что идет Исав, брат, с которым они расстались, в крайней вражде, брат, который угрожал его убить, Иаков очень сильно испугался и смутился. Он тогда разделил свой дом, свои отряды на несколько частей, и, думая о том, что если Исав нападет на один из станов, то другой сможет уцелеть, практически у него было очень мало надежды. Он помолился Богу, прося его. В 9 стихе сказано, «И сказал Иаков, Божий отца моего Авраама и Божий отца моего Исаака, «Господи, сказавший мне». Смотрите, он утверждает, что Господь сказал ему, «Возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». И вот он возвращается, и он слышал это от Бога, и он утверждает в молитве, «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо боюсь я его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Смотрите, вот этот принцип закономерности веры, он имеет слово от Бога, он в молитве называет его, и вот он молится Богу, но страх не проходит. И написано, что Иаков остался один, и оставался так до появления зари. Когда он остался один, что-то с ним произошло. Написано, что «напал на него некто», это 24 стих, «и боролся с ним до появления зари». Я не знаю, что Иаков мог ощущать в тот момент, что он думал, кто на него напал. Лесной демон, как в то время ходило поверье у языческих народов, или ночной разбойник, но это был некто, кто боролся с ним. Иаков отчаянно сопротивлялся. И вот написано, что в какой-то момент этот некто коснулся состава бедра его, или бы мы сказали сегодня, сустава бедра, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал этот некто, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль», что означает «Князь Божий победитель». Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Я хочу, чтобы вы увидели в этом закономерность веры. Вот молитва один на один. И только лишь есть обетование. Господь сказал ему, «Возвратись в землю свою, и я помогу тебе». И все вокруг плохо. Подумайте об этом. Вы молитесь, вы верите в Слово, но вокруг все не складывается, не получается. Но в молитве вы получаете подкрепление в духе. Как бы вновь Господь тебе утверждает, все получится. Ты будешь, ты преодолеешь, ты победишь. Потому что Израиль победитель, как я говорил. Но в то же время полностью повреждено бедро. Он теряет опору, ухудшение состояния. Вот это та закономерность, которую Бог приводит нас. Разочарование в своих собственных силах. Когда ты будешь молиться Богу и просить о чем-то, может быть, это спасение твоего несчастного сына, наркомана, ты будешь иметь слово от Бога. И настанет такой момент, когда будет полнейшее, видимое ухудшение всего состояния. Ты поймешь, что ты бессилен полностью, ничего невозможно сделать. И как бы ни выглядела трагически эта ситуация, ты не сможешь ни продвинуться вперед, ни убежать назад, потому что бедро твое будет повреждено. Все опоры, все, что ты имел опорой в своей жизни, после молитвы веры, они начинают рушиться. Я хочу, чтобы вы понимали эти закономерности и не отчаивались. Это здорово, это благословенно, это просто смена божественных сезонов. Но в это время мы начинаем тосковать, стонать, рыдать, плакать, роптать и жаловаться, говоря, что же такое? Я думал, ты введешь меня во свет, а ты ввел меня во тьму. Друзья, я хочу повторить, что помолиться – это одно, это только начало, но после молитвы нужно продолжать верить в обетование Слова Божьего. Но не в себя. После молитвы, если вы с настоящей верой молитесь, вы увидите, что все запасные пути будут отрезаны Богом. В этом удивительном рассказе Иаков, трепещущий, хромлющий, встречается со своим братом Исавом. И Писание говорит, Исав побежал и пал ему на шею. Представляете, что сделал Бог, когда Иаков потерял опору в себе, и все, что он имел, он мог только опираться на Слово Божие. Вы знаете, это так здорово звучит, но так трудно. Мы слышали про Моисея, да? Бог повел Моисея в пустыню. И там в пустыне мы много раз читали, слышали проповеди, звучали, Моисей встретился с Богом. Бог, который говорил ему из куста. Да в это вообще поверить трудно. Вот нам так кажется легко. Ну, представьте, иду я по улице, тут даже не по улице, тут в горах. И куст говорит. Более того, он горит синим пламенем и не сгорает. И потом Моисей, как ему нужно было верить, что это Слово Божие звучало? Он должен был прийти к своей жене и сказать, жена, я ухожу в Египет. Она бы сказала ему, ты что, Мойша? Ну, я думаю, Моисей и Мойша, это так по-домашнему, да? Что ты себе думаешь? Там же убьют тебя. Не убьют, все будет хорошо, я с кустом разговаривал. Жена, сегодня я ушел далеко в горы, и куст говорил мне. Согласитесь, что нелегко было верить и в те времена. Даже порой это выглядит более абсурдно, чем верить Духу, который касается нас через Слово Божие. Друзья мои, вы молитесь, и вот ухудшение, и нет возможности надеяться на себя. Не бойтесь, верьте, что получите, и будет вам. Слава Господу! Еще одна закономерность, о которой хочется сказать, это то, что возникает в сезонах веры, вот в этот период, когда мы ожидаем просимое. Происходит внутренний кризис, это потеря надежды. Как пережить вот этот период между молитвой и ответом? Что поддержит нас? Я хочу напомнить вам историю из 4 книги Царств, 20 глава, там говорится об Иезекии. Это царь израильский, человек известный и высокой степени благочестивый. Вдруг во время величайших побед, когда все было прекрасно, заболел смертельно. Я думаю, что это действительно сильнейшая аналогия. Когда в нашей жизни есть величайшие победы, наивысшее проявление веры, вдруг мы можем заболеть, у него был нарыв. А нарыв это скрытая инфекция, которая проявляется у человека во время стресса или ослабления. Точно так же происходит у нас, у нас может быть скрытая инфекция, и казалось бы, вокруг победы мы в такой эйфории, и вдруг все, смерть. И ты чувствуешь, что ты умираешь. До этого он молился с верой, Богу и враги были поражены. Но теперь все оказалось бессмысленным, он умирал. И самое страшное, что он переживал, что после него не останется наследника, потому что он еще не родил сына. Значит, все равно будет развал в царстве. И все, что он делал, все победы, все достижения, бессмысленны. Я думаю, что вы испытывали такое ощущение, когда ты вдруг от внезапного нарыва, может быть, это какое-то поражение греха, начинаешь умирать, и понимаешь, что все, что ты приобрел до этого, все, что ты завоевал, все, что тебе было дано, оно совершенно бессмысленно теперь. И это потеря надежды. И вот две реальности, земная и духовная. В земной он умирает от болезни, у него нарыв на шее. В духовной означало, что не исполнится слово, я подчеркиваю, не исполнится слово, которое однажды Бог дал Давиду, его отцу. А слово звучало так. «Давид, у тебя не прекратится сидящий на престоле». И вот, я думаю, что в сердце этого умирающего человека, которому был вынесен приговор от Бога, вот это неисполненное слово, в его сердце оно возбудило горячую молитву, и он начал говорить перед Богом, кто он в духовной реальности. Он начал молиться перед Богом и начал говорить. И в третьем стихе он говорит, «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно». Это все равно, что мы исповедовали своими устами, «Господи, Ты назвал меня своим сыном, Ты оправдал меня через Иисуса Христа, Ты обещал мне прощение грехов, я их принял, но теперь, Господи, я умираю». Умираю от какого-то греха, от какой-то болезни, от этого нарыва, я чувствую, смерть ко мне подкралась. Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи языке и владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, Отца Твоего, я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, вот я исцелю Тебя. В третий день пойдешь в дом Господен, и прибавлю ко дням Твоим пятнадцать лет, и от руки царя сирийского спасу Тебя, и защищу город сей». И очень интересно, очень важно, крайне важно, «ради себя, говорит Господь, и ради Давида раба моего». Иными словами, он говорит, «ради себя, ради чести Своего имени, и ради тех обещаний, которые я дал, я исцелю Тебя». Мы знаем из истории, что Бог дал ему пятнадцать лет жизни. «Через три года родился сын Монасия». И я верю, что здесь тоже глубочайший смысл, не теряй надежды. Бог все равно тебе даст увидеть результат своей жизни, потому что наследник – это плод, то, что ты принесешь. Друзья, мы должны оставить плод на земле, след на земле. И написано, нужно, чтобы он пребывал. Это Божье желание, но здесь есть обещание. Ради себя и ради своих обещаний. Я даже жизнь тебе готов продлить, чтобы исполнилось Слово Господне. Не теряй надежду. Будем держаться исповедание, упование неуклонно. Даже в самых трудных обстоятельствах будем держаться исповедание того, что мы говорим, упование, надежды неуклонно, ибо верен обещавший. Слава нашему Господу! Еще одна закономерность, очень похожая на те, которые мы уже говорили, но ее следует подчеркнуть и отдельно – это ожидание. Друзья, мы не хотим смириться с тем, что у Бога свои собственные часы. И его время отличается от нашего времени. И нас это очень раздражает, пугает, страшит, но его время, как оказывается, единственно правильное время. Мы можем иметь ответы, знать свое призвание, переживать какие-то откровения от Бога и вдруг видеть, что все рушится, все не так. Но давайте из Писания сохранять надежду. Вспомните великого царя Соломона. Бог дал отцу его, Давиду, величайшее откровение о том, что из всех сыновей сам Бог избирает кого? Соломона, чтобы поставить на царство. Из всех сыновей Бог проговорил Давиду пророчески и подтвердил это, что Соломон будет царствовать. И все знали, что Бог хотел этого, но не видели своими глазами, чтобы Бог делал это. Казалось бы, пришло время Соломону стать царем и знали все, что Бог хотел этого. Но почему-то с удивлением отмечали, что Бог не делает этого. Давид медлил. И Адония, старший сын, решил взять все в свои руки и стать царем. И более того, он воцарился. Представьте нам огловение. Есть слово, которое было дано Давиду, пророку Божьему, что Соломон будет царем, и вдруг Адония берет царство, и это не просто попытка. Его воцарили на царство. И вот только тогда вмешался Бог. Порой мы имеем откровение о хорошем, но нас почему-то бывает, постигает обратное. И мы говорим, где же благословение? Ты обещал день, но почему-то пришла ночь, и почему-то эта ночь тянется, казалось бы, слишком долго. Соломон в то мгновение уже думал о смерти, потому что никто в эти жестокие времена не смог бы ему помочь. Армия была не на его стороне. Обстоятельства были не на его стороне. И те, от кого он зависел, они тоже были не на его стороне. И вот в это время приходит священник, и стражи самого Давида кланяются Соломону и говорят, да живет царь Соломон, и помазывают его, и сажают на престол его отца Давида. И наступает настоящая коронация, и настоящее ликование среди народа, и вот тогда-то и открывается, а у Бога-то оказывается свое время. И знаете, когда Он приходит? Тогда, когда мы уже не ждем. И несмотря на то, что мы уже и не ждем, но Он приходит вовремя в самое правильное и точное мгновение. Я хочу, чтобы эту закономерность вы тоже сложили в своем сердце. Еще одна. Необычные пути веры. Действительно, вера без дел мертва, но не всегда эти дела обычные. Порой, когда открываются пути, как нужно поступать по вере, они не оставляют нам надежды на себя. Они выглядят неудобными и кажутся нелогичными. Вспомните, когда Иоаннафан с верой в Слово Божьего побеждал врага, поднимаясь в расселенную скал. Странное, неудобное, нелогичное, не стратегическое положение. Когда человек карабкается между двух скал и еще при этом должен сражаться, это очень неудобно. Но именно в это положение его ввел Господь. И именно из этого положения была только единственная возможность застать врага врасплох. Вспомните Гидеона. 300 человек перевернули государство. Хотя была возможность взять 20 тысяч человек. Но Бог, говорящий Гидеону, который смотрел на эти 20 тысяч, предложил ему нечто другое. Он предложил отпустить этих людей и взять с собой лишь только 300 верных человек. 300 преданных. Необычный путь, нелогичный, нездоровый, казалось бы, в человеческом понятии. Никакой надежды на себя. Что могут сделать 300, когда 20 тысяч мало? Крыша, которую разобрали для того, чтобы опустить расслабленного. Очень нелогичное действие. Ну, я представляю, насколько это странно, как это все выглядит, когда Иисус проповедует в доме не в своем. И люди пытаются проникнуть и не находят больше другого пути, точнее, и это уже не путь, чтобы разломать крышу в чужом доме и опустить туда человека на веревках. Кстати, им нигде не было предложено уплатить за разобранную крышу. Но человек этот был исцелен. Смотрите, вера, она из неудобных положений. Она берет то, что ей принадлежит по обещанию Слова Божьего. Женщина с кровотечением пробилась сквозь толпу. Люди не понимали. Ученики отталкивали. Стыдно ей самой было, но это была единственная надежда, потому что она познала закономерность веры в том, что у веры необычные пути. Не бойтесь этого. Если вы все эти закономерности веры познали, я хочу вам сказать последнюю. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. Это последняя закономерность, гарантия победы. Друзья, нет еще ни одного человека, который бы в своей вере, не остановившись бы в вере, не ослабев бы в вере, не отойдя бы в вере, не обрел гарантированную победу от Бога. Я хочу, чтобы мы запомнили эти простые закономерности, друзья, что мы будем обязательно в наших молитвах испытаны Словом Божьим. Оно будет проверять нас, насколько мы готовы сохранить себя чистыми и доверять этому Слову. Мы испытаем видимое ухудшение состояния. Мы будем разочарованы в себе. Возможно, внутренний стресс в потере надежды это тоже произойдет. Исповедуй свое положение во Христе Иисусе. Знай, что у Бога свое время. Ожидай божественного времени. Следуй Божьим путям, какими бы необычными они ни казались. И победа гарантирована Его Словом. Слава нашему Господу! Бог нам даст Слово примирения. И так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова просим примиритесь с Богом.